Доверчивые жители Ненецкого округа снова стали жертвами интернет-преступников. Несмотря на многочисленные предупреждения, они продолжают переводить денежные средства неизвестным людям. За минувшую неделю злоумышленники выманили у жителей округа более 100 тысяч рублей. Опять же, хочу акцентировать из трех неочевидных преступлений. Это факты мошенничества использованием сети интернет. К сожалению, сколько профилактируем, сколько говорим по телевидению, по радио, во всех средствах массовой информации, наши доверчивые граждане опять попадаются на уловки наших мошенников с других регионов. Начальник полиции Олег Яковлев докладывает на планерке губернатору округа о печальной статистике. Только за прошедшую неделю трое граждан региона стали жертвами злоумышленников. В одном случае жительница поселка Индиго, а точнее ее несовершеннолетний ребенок, переписывая в социальной сети ВКонтакте, увидел сообщение от своего знакомого с просьбой о размещении на его банковской карте или его родителях денежных средств. После чего злоумышленники, которые изломали социальную страницу знакомого, воспользовавшись сведением, предоставленным несовершеннолетним, о карте, похитили с банковской карты мамы несовершеннолетнего денежные средства в сумме 4000 рублей. Еще один северянин стал жертвой преступников, специализирующихся на финансовых преступлениях в сфере IT-технологий. Со слов потерпевшего, мужчине с неизвестного номера на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорилось, что его банковская карта заблокирована. Нарин Марец перезвонил на указанный номер. Трубку взял мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора он узнал у собеседника фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, а также попросил назвать трехзначный номер, содержащийся на обороте банковской карты. Не усомнившись в правдивости слов представителя банка, потерпевший выдал запрашиваемую информацию. Через непродолжительное время доверчивый северянин получил СМС-сообщение о снятии с его счета денежных средств в сумме 100 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Третий случай связан с размещением в социальных сетях ложного объявления о продаже товара. Доверчивый гражданин перевел денежные средства в сумме более 3 тысяч рублей на указанный номер. По словам сотрудников полиции, преступления, связанные с размещением ложных объявлений о продаже какого-либо товара и взломе в социальных сетях страницы и рассылка от лица владельца страницы сообщения об одолжении денежных средств, стали распространенными на территории округа. В связи с этим просим жителей Немецкого автономного округа при поступлении таких сообщений, а именно в случае взломов социальных страниц, необходимо созваниваться с их владельцами и уточнять эту информацию. У нас в принципе сейчас мобильно, доступно, и все в принципе находятся на связи. С целью сохранения своих денежных средств необходимо всю информацию такого рода обязательно перепроверять. И при заказе каких-либо товаров пользоваться только зарегистрированными и проверенными сайтами.